МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Основастиями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, как изменится погода в области в ближайшие дни, какое открытие сделали новосибирские ученые и насколько в регионе подорожали машины с пробегом. Новосибирцев приглашают принять участие в общественном обсуждении проекта «Чацкое городище». Композицию планируют разместить на территории сада имени Кирова в Октябрьском районе города. Если принципиальных проблем не возникнет, то уже к лету там появится несколько стендов, рассказывающих о чацких татарах и стилизованное жилище средневековых людей. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте города Новосибирска. Предложения, рекомендации и замечания принимают до 28 января по электронному адресу, который вы сейчас видите на экранах. После общественного обсуждения решения о создании нового парка должен одобрить художественный совет муниципалитета. Добавлю, что полмиллиона рублей на возведение экопарка выделило в прошлом году правительство Татарстана. С завтрашнего дня холода в Новосибирске начнут отступать. Тем не менее, Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожений. По словам специалистов, наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, у которых в силу возраста не до конца сформировалась система терморегуляции, а также пожилые люди. К первым признакам обморожения относятся они менее чувства покалывания и покраснения пораженного участка. В более серьезных случаях, когда кожа белеет, твердеет и покрывается волдырями, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Ведомстве не рекомендуют использовать для согревания электрические грелки, отопительные приборы и открытый огонь. Повысить температуру тела поможет сладкое, теплое, но не горячее питье. При этом давать пострадавшему алкоголь не рекомендуется. Новосибирские ученые получили премию областного правительства. Студенты из аграрного университета разработали биологические препараты, которые способны уничтожать насекомых, не принося вреда овощам и злакам. Какую еще пользу принесет открытие, узнали мои коллеги. Чтобы бабочки не покинули инсектарий, нам приходится их собирать вот таким ручным пылесосом, чтобы они не разлетались у нас из лаборатории. Пчелиная огневка – это вредитель, который живет на пасеках. Раньше на их личинках настаивали спирт. Считалось, что они содержат прополис и настойка поможет, например, при туберкулезе. Однако гусеницы повреждают воск и губительны для пчелиного потомства. Лаборатория биологической защиты растений изучает иммунитет восковой моля. Так еще называют вредоносную бабочку. Самые слабые, самые чувствительные погибают, самые сильные выживают. Выживших мы собираем и получаем следующее поколение от них. Следующее поколение мы снова заражаем, только уже более высокой концентрации. И снова самые слабые погибают, самых сильных мы собираем. И такая селекция была проведена в течение 20-30 поколений. И у таким образом отобранных насекомых мы смотрели, чем же, собственно говоря, за счет каких реакций они такие сильные. Если знаешь, в чем сила вредителя, можно разрабатывать биологические составы, которые подавят иммунитет и уничтожат популяцию. Химия впитается в растения, а вот бактерии повредят только насекомым. В этой лаборатории проводят постоянный искусственный отбор. Есть несколько методов заражения личинок. Вот самый простой. Берем гусеницу и насаживаем ее на шприц. Опыт здесь в буквальном смысле слово-дело наживное. Справится любой рыбак, все равно что червяка на крючок. А на кончике шприца есть те самые бактерии, которые личинка пожирает. Впрочем, иногда бывает наоборот. Выводят устойчивых к болезням насекомых, а уже они уничтожают вредителей, не тронув растения. Из полезных насекомых у нас вот соседняя лаборатория занимается разведением хищного клеща фитоселиуса, который используется для борьбы с паутиным клещом непосредственно в теплицах. Это вот тоже один из методов. Мы используем инфекции. Они используют непосредственно живых агентов, которые их разводят и выпускают потом в природу, чтобы они питались вредителями. Многие препараты, которые разработали в аграрном университете, уже сейчас нужно применять на пасеках, картофельных полях или теплицах. Но производство в промышленных масштабах дорогое удовольствие. Только патент стоит миллион В конечном итоге исследования должны окупиться. Спрос на экологически чистые продукты растет, а биологические препараты никак не влияют на мед или огурцы. Сергей Толмачев, Алексей Зубила, Новости ОТС. В Новосибирске подорожали легковые машины с пробегом. За прошлый год автомобили выросли в цене более чем на 6%. Причем средний возраст иномарок сейчас составляет около 14 лет. К такому выводу пришли аналитики портала авто.ру. Самой популярной у новосибирцев маркой стала Toyota. Японская машина занимает пятую часть от всех предложений по продаже. На втором месте Lada, на третьем Nissan. Эксперты также посчитали, что в Новосибирске больше всего седанов. Далее идут кроссоверы и хэтчбеки. Наименее популярны фургоны и кабриолеты. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram ОТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. Коротко о главных темах выпуска. Где узнать о мерах социальной поддержки семей? Почему в стране проверили черный перец? И с кем сегодня сыграет Хоккейная Сибирь. Жители Новосибирской области могут узнать о мерах социальной поддержки семей при рождении детей. Для этого сегодня Министерство труда и социального развития региона проведет телефонную горячую линию. Звонки будут принимать с 9 утра до 6 часов вечера. Специалисты ведомства ответят на вопросы о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, расскажут о сроках предоставления пособий, размерах и условиях получения. Черный перец попал под подозрение. Специалисты Роскачества протестировали популярную пряность 30 торговых марок и обнаружили фальсификат, низкое качество сырья и нарушения по микробиологическим показателям. Отмечу проверку, инициировали после многочисленных просьб жителей российских регионов проверить рынок специи. И опасения оказались оправданными. Ни один товар в ценовой категории до 550 рублей за 100 граммов на знак качества претендовать не может. Причина наличия в рассыпчатом черном перце бактерий, в том числе кишечные палочки и плесени. А все потому, что хранение сырья не соответствует нормативным требованиям. Нарушен режим температуры и влажности, что не только ведет к распространению грибка, но и снижает само качество продукта. А вот потребительский миф о том, что производители усиливают запах приправы посредством глутаминовой кислоты, эксперт развеяли. Сами гранулы перца содержат глутамат. Это заложено природой. И, кстати, только добавляет ему пользы. В Новосибирске показали одну из постановок международного фестиваля во Франции. Оперу на музыку Стравинского транслировали на большом экране. Посмотреть на спектакль, соловей и другие сказки собрались ценители жанра. На представление побывал наш корреспондент Алексей Кудинов. Камерный зал филармонии получил право называться виртуальным концертом полтора месяца назад. В доме Ленина смонтировали новое оборудование, в первую очередь огромный экран, на котором можно показывать видео высокой четкости. В рамках нацпроекта культура в стране будут открыты несколько сотен подобных залов. Их главная задача – донести до россиян искусство высокой пробы. В Новосибирске первую виртуальную площадку открыли 1 декабря. А теперь зал входит в рабочий ритм. Мы надеемся на большой интерес. Несмотря на то, что вопрос виртуального зала, он сейчас в России очень такой открытый. Несмотря на то, что это национальный проект, но тем не менее, я так думаю, что наблюдают, как идет работа с этим проектом со всех сторон. Вот. Есть, конечно, один основной контент, который для виртуальных концертных залов именно филармонии создан, московской филармонии. Это огромная база. Это тоже эксклюзивные показы, и Новосибирск увидит их. Вторая в истории нашего виртуального зала трансляция познакомила зрителей с крупнейшим французским музыкальным фестивалем в Экс-Сан-Провансе. Он проводится летом и собирает любителей оперы со всего мира. Спектакль «Соловей и другие сказки» знаменитый канадский режиссер Робер Лепаш показал в Экс-Сан-Провансе 10 лет назад. Тогда же была сделана эта запись. В кадре оркестр и хор Лионской оперы, артисты оригинальных жанров, большая часть солистов – представители русской школы. Музыкальная основа – Стравинский. Здесь не только его опера «Соловей», но и другие миниатюры и сказки, как и было обещано в заглавии спектакля. Сейчас в циклах виртуального концертного зала все-таки идет неразвлекательный концерт. То есть это программа для подготовленных. То есть это тяжелая артиллерия, которая заставляет думать. Это работа, это работа души, это то, что заставит зрителя либо пойти поискать, дальше получить информацию, либо сказать «нет, я никогда больше не пойду на оперные спектакли, потому что это действительно сложно». На первый год работы виртуального концертного зала запланированы еще несколько трансляций из Экс-Сан-Прованса. Это совместный российско-французский проект, старт которого первые зрители оценили очень высоко. Алексей Кудинов, Алексей Зубила, Новости ОТС. Последние домашние матчи января сегодня вечером проведут хоккеисты Сибири. Наша команда принимает «Челябинский трактор», который на данный момент занимает предпоследнюю строчку Восточной конференции. В нынешнем сезоне команды уже дважды встречались между собой, обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 2-1. Несмотря на место в хвосте турнирной таблицы, «Челябинцы» демонстрируют неплохую форму. Команда уже шесть матчей подряд набирает очки, одержав в этих играх четыре победы. Сибирь, в свою очередь, тоже набрала хороший ход. После непростого начала года подопечные Николай Заварухина одержали уже пять побед подряд и закрепились на пятой строчке в таблице. Чья серия прервется, узнаем уже сегодня вечером. Прямая трансляция поединка на ОТС в 19.10. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети инстаграм. ОТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Доброе утро. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, сколько умных остановок появится в Новосибирске, почему жители Каменки каждый день рискуют жизнью и какое крупное спортивное событие произойдет в Новосибирске. В Новосибирске установят 250 умных остановок. В первом квартале текущего года власти планируют заключить консессионное соглашение о строительстве. Об этом сообщает пресс-центр мэрии. Напомню, в городе уже установлены несколько умных остановок. Такие павильоны оснащены системой распознавания лиц и оставленных предметов. Также есть онлайн-график движения транспорта и сервис по построению маршрута до названного места. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться беспроводным интернетом, USB-зарядкой и кнопкой вызова экстренных служб 112. Ровно 95 лет назад в этот день в Новосибирске открыли дом Ленина. Это сегодня камерный дом филармонии, а тогда центр политической жизни города и региона. Там после сдачи здания в эксплуатацию располагался и Западно-Сибирский краевой научно-исследовательский институт коммунистического воспитания, и Первая Сибирская широковещательная радиостанция, и Новониколаевский окружной комитет партии. А годы спустя дом Ленина стал приютом для артистов театра юного зрителя. В 1937-м к зданию пристроили сценическую коробку, переделали ряд внутренних помещений. И практически до переезда в новое здание на Каменской там давали спектакли. Можно считать, что именно с того момента камерный зал сегодняшней филармонии стал местом, где царит большое искусство, а не политика. Жители села Каменка Новосибирского района просят помощи у журналистов. Рассказывают, что каждый день рискуют жизнью из-за того, что приходится регулярно добираться на работу или на учебу вдоль проезжей части. Почему люди попали в такую ситуацию, узнали мои коллеги. Вот этот мост в Каменке построили пару лет назад. Вроде бы, когда ездили о людях, подумали, хорошее качество покрытия, даже предусмотрена некая пешеходная зона. Но пройти к этой пешеходной зоне невозможно ни летом, ни зимой. Летом здесь сразу начинается обрыв, а зимой, как вы видите, все засыпано снегом. Для того, чтобы пройти через мост и дальше по дороге, приходится преодолевать значительные снежные сугробы и буквально в них тонуть. А ведь по этой дороге в школу ходят дети. Но преодоление снежной полосы препятствий только один из недостатков этого моста. А парадокс в том, что ходить приходится по дорогам с интенсивным движением автомобилей. Именно в этом районе произошло уже несколько ДТП. Под колесами машины оказывались женщины и дети. Кроме того, на участке нет освещения. И дорога в школу утром и в сумерки – настоящий квест на выживание. Здесь много семей и молодых, и вообще поселок расстроенный. Поэтому у кого нет возможности всегда на машине отвезти, я думаю, все сталкиваются с этим. По словам местных жителей, они буквально засыпали жалобами местную администрацию. Но до сих пор никаких мер так и не приняли. Господи, мы уже куда только не писали. Даже в мэрию писали письма и по поводу транспорта, и по поводу вообще, что у нас тут рядом с городом, а не уехать, не доехать, не пройти, не уйти. Нигде нет тротуаров. Вообще нигде. И в итоге что говорят? Ничего. Просто ничего. Просто пишем, просто уносим, и просто на этом все и заканчивается. Однако в сельской администрации уверены, все изменится уже в этом году. Дорожная служба обещала все исправить и обустроить не только тротуары, но и установить уличное освещение. Соответствующее гарантийное письмо глава сельской территории получил минувшим летом. После того, как в адрес сельских властей поступило большое количество жалоб жителей. Если опять же, ну, сложится так, что это не будет сделано, соответственно, я думаю, будут сделаны мною лично письма в прокуратуру, следственный комитет, потому что, ну, ждать, когда кого-то собьют снова, это неправильно. И единственное, я говорю, что ни депутаты местные, я как глава, конечно, не буду сидеть и ждать, когда это случится. Поэтому я считаю, ну, это, собственно говоря, задача местной власти. Первым, это, конечно, безопасность жизни людей. Тем временем дети и взрослые продолжают ходить вдоль проезжей части, надеясь на мастерство и внимательность водителей, которые не допустят занос автомобиля и не вылетят из ледяной колеи. Дмитрий Белькевич, Артем Валевич, Новости ОТС. Первенство России по водному полу пройдет в Новосибирске. Соревнования стартуют сегодня в бассейне Нептуны и продлятся до 24 января. Мегаполис принимает третий из пяти этапов состязаний. На первенстве страны по водному полу среди юношей до 15 лет Новосибирская область будет представлена впервые. В составе команды выступят юные воспитанники четырех клубов Нептуна, Лигар, клуб Сибирского государственного университета путей сообщения, а также Кристалл из Искитима. Соперники хозяев приехали из Татарстана, Красноярского и Пермского краев, Пензенской, Ростовской областей и Санкт-Петербурга. По результатам групповых игр выявят восемь сильнейших команд, которые поборются за медали в рамках финального он состоится в конце марта.